24-й год, март, выборы Путина, которые он, ну, Путин, который хочет себя опять выбрать. Скажи, пожалуйста, есть ли для него какие-то риски и от кого, вот на этих так называемых выборах? Самый главный риск – это то, что он даже узурпированным своим, как бы их назвать, заложником, вот этим своим, так сказать, уже граждане, неграждане, подданные, что ли, в его понимании, не знаю. Он им смертельно надоел. Рабы, рабам своим. Вот он им смертельно надоел. Всё, что они рассказывают, чернорода их пропаганда, о чём она орёт, это абсолютно не соответствует действительности. Дело в том, что я веду, вот сама у меня уже чисто брезгливость просто, но тем не менее я веду раз в неделю ночной обзор с Алексеем Лушниковым. А он, в свою очередь, он, в свою очередь, проводит у себя в Телеграме, на Фейсбуке опросы. И у него там 100 тысяч респондентов, то есть много там прям, ну, и тогда и больше. И вот особенно на какие-то такие злободневные, когда он темы прям очень, вопрос задаёт по сути. Вот я два таких приведу, и я думаю, ты мгновенно поймёшь, о чём я говорю, что я хочу донести. Кто, значит, предлагают, вот если бы выборы были бы, вообще были бы выборы, да, то есть не тот балаган, который он собирается устраивать в марте, а бы выборы. И там все перечисленные фамилии, которые только ты могла бы себе нафантазировать, все присутствуют. Вот в итоге во второй тур у него выходят Навальный и Ройзман. И побеждает в два раза, 60 с лишним процентов набирает Евгений Ройзман. О, боже, это мечта, а не выборы. Смотри, на этих же самых опросах Путин процента не набрал, ну, есть один. Представляешь, сколько им надо дорисовывать в таком случае? Ну, с другой стороны, смотри от аудитории, то есть явно же та, которая сидит в интернете, продвинутая, хоть и россияне, но которые что-то соображают, правильно? Мы, допустим, делаем поправку на это и добавляем, скажем, хорошо, ну, предположим, действительно не один, ну, хорошо, 15. Ну, это всё. Ну, даже 20. То есть там же, наверное, у них происходят вот эти, как их назвать, наверное, собраниями, нет, сходки, потому что там есть ещё не прописанное в Конституции такое явление, как администрация президента. Вот там принимаются все решения у них, причём это вот нету в законе такого, кто это, кто эти люди. Но, тем не менее, они там всем заправляют и проводят вот эти свои сходки, значит, и они там решают, они там решают, как должны проходить выборы, сколько должен кто набрать в каком регионе, то есть это всё заранее. У них показатель, которого должен, это даётся там губернатору какому-то, и вот это нужно, этого показателя нужно добиться правдами, ну, если не правдами, вообще неправдами, совсем неправдами. Вопрос в разрыве, то есть социологи в какой-то момент заподозрили, что там просто меньше населения, и что часть таких мёртвых душ используется для того, чтобы они там голосовали, как нужно вот этим местным властям. Смотри, они пошли на шаг дальше. Я думала, это бред, и я не знаю, может, это действительно фейк, но якобы Памфилова, это Эллочка-людоедка, там, центрального избиркома, она, я сейчас не гарантирую, просто я это увидела, ну, как бы, в соцсети, правда, не знаю, но если, то это вообще, что, дескать, те, которые утилизированы, вот сдохшие оккупанты, они своим вот тем, что они пошли убивать мирных украинцев, вот они уже этим проголосовали, оказывается, за Путина. То есть их голоса, они просто не могут с того света, да, вот, но если бы, наверное, было бы, конечно, куда лучше, если бы на том свете вообще бы эти выборы проходили, и там этот, их кандидат тоже бы там баллотировал, было бы куда, вот, лучше. Но в любом случае это ещё раз обнажает то, о чём я сказала, что, скорее всего, происходило уже. То есть они же не проводят там перепись лишний раз, чтобы, или более честную, правдивую, чтобы показать, сколько их там на самом деле, да. Но по ряду косвенных показателей экономических сделали уже выводы, что их там не 140, а даже меньше 100. Такие вот есть. А, да. И вот то, что это сказала, в какой-то степени просто, если это так, то это просто ещё и обнажило. Она, в принципе, их любимое занятие. То есть… Мёртвая душа. Да. Значит, это какое-то количество, какой-то манёвр, конечно, они таким образом себе там пытаются обеспечить. Но это же не может быть, если дорисовывается… Ну вот мы с тобой предположили, допустим, 15. Что же, значит, до тех показателей, которые он там себе надновыдумывал, это надо дорисовывать процентов 60? Ну да. Так, это, значит, второе. Дальше. Дальше по поводу уже антирейтинга. Второй опрос проводит Лушников и задаёт такой вопрос. Там в какой-то момент Валька, как её, полстакана, она, видимо, у неё такая, знаешь, кривая состояний своих собственных, мне кажется, в зависимости от того, как она провела день накануне, допустим, опохмелялась ли. Видимо, это как-то… Ну и, кстати, это семейное. Там же и сыночек такой же, там же сынок, которого дебошира, значит, снимали периодически с рейсов и так далее. И тем не менее она так позаботилась, что он был одним из самых там мощных банкиров Санкт-Петербурга в период её губернаторства и не только. Ну вот такая семейка, в общем. И она в какой-то момент сказала, что, оказывается, россиянам необходимо Министерство счастья. И в связи с этим Алексей Лушников провёл у себя, соответственно, опрос. А что бы было для вас, значит, вот счастьем? 97% отвечают, чтобы Путин сдох. Прекрасно. То есть мы сейчас говорим о той технической картине, которая у них есть и которая явно не сочетается с поставленной задачей. Ты считаешь, что даже в России народ, он уже созрел до того, что понимает, что источник его бед — это Путин, он ненавидит Путина. И что, он готов на что-то, на действия какие-то? Что его вообще может подтолкнуть действием? Сколько же молчать будет и как стадо идти на убой? Так, значит, дальше что этому препятствует? Вот тут действительно интересно. Тотальное доносительство, которое развелось в таком объёме, что это в какой-то степени мешает хоть сколько-нибудь объединиться, потому что не так-то много надо. То есть они апатичны в результате недоверия, потому что доносительство. Соответственно, их таким образом легко как бы вот этой большой разросшейся Росгвардии гонять, то есть репрессировать. Это же там как бы это самое уже сталинские подходы к таким, которые им угрожают. Значит, чтобы из кухни этот протест вышел на площади и сказал просто одно слово «уходи». Это вот его, наверное, кошмарный сон. Это всё, что нужно. Но из-за тотального недоверия и вот из-за этих доносов пока нету, наверное, достаточно проведённой работы. И я сейчас имею в виду как раз-таки оппозицию российскую. То есть если там на ещё рубеже, так сказать, этого слома тектонического, ещё в Советском Союзе, Валерия Ильинична Новодворская и её сподвижник Валерий Терехов смогли добиться того, что на площадь Ленинграда вышли более 200 милиционеров на митинг против репрессий, то, наверное, это не было соцсетей, это не было возможности адресно обращаться к аудитории из любой точки мира. То есть теперь вопрос. Если бы так же адресно работа велась, ну не только сейчас, я говорю даже про это, наверное, уже какие-то псы режима, да, это самое, наверное, тяжёлое для расколдовывания, вот, скажем так, среда, но участвующие в фальсификациях массово учителя, которыми забиты вот эти вот избирательные комиссии. Ну, это, конечно, само по себе дико, да, доверять мошенникам неподготовленных учеников, то есть детей. Это вообще вот так себе представить, что они же, эти же самые, вот, эти же самые, как их сказать, нелюди, потом приходят к ребёнку и начинают ему что-то там рассказывать, да, а сама только что копалась в неприкосновенной урне с бюллетенями, да, этими же руками. Это вторая среда. Медицинские работники, которые, ну, сидят, наверное, вот в каждом таком пункте по утилизации, утилизационном, и, наверное, вот тоже там что-то подписывают. Вот этим всем, если бы адресно велась работа, не вот между собой, кто там как формулировал и кто как отпиарился, а если бы адресно велась вот такая работа, им объясняли бы, что это всё уже именно для них самих. То есть я так поняла, что горе других людей или даже целых народов, оно их там как-то вот мало интересует, но их собственное, собственное подобие, я даже не знаю, как бы проживание, вот, жизнью не назвать. То есть это всё требует действия. Если уже мы знаем, если такие опросы проводятся, и мы видим, что вот такого уровня ответ, это говорит о том, что есть уже, наверное, какое-то поле, с которым вот по-хорошему эти оппозиционеры должны были, наверное, работать. Опрос, который они сами опубликовали, я даже удивилась, Russian Field, у них там есть какой-то такой вот, я не знаю, как бы это всё называть, потому что насколько там оно честное, подлинное и так далее, но даже они написали, что 50% за прекращение, ну, они это войной не называют, ну, в общем, как они там это формулируют, да, вот они не хотят этого больше. 50%. И несмотря на это упырь выдвигается. Никогда-нибудь там, я так предполагаю, что он нарушил вообще даже их сценарий, я думаю, что там он должен был взять какую-то мхатовскую паузу, или как Аки Иоанн Грозный, значит, уехать в Александровскую Слободу, чтобы там бояре поползали за ним, как там было, когда, кстати говоря, после этого он, выдержав паузу, вернулся и вёл опричнину. То есть, вот. Ну, он даже этого не смог сделать, как только первый же, я это сказала, он выдвинулся через сжогу, потому что как только этот изжога вот пробормотал выученный текст, тот не сказал ничего тому, что он ещё там вот в раздумьях или что. Он тут же, тут же, и была ещё вторая запись, которую не показывали, потому что там взяли такой ракурс, где он не настолько старый, весь дряблый какой-то, оплешивый, а вот со второго ракурса это отлично как раз видно, я это тоже посмотрела, и как он не мог дождаться, чтобы вот он, ты должен уже договорить, чтобы вот только вот быстрее. То есть, он при этом, если даже с их опросами видно, что эта тема крайне непопулярная, он всё равно на этой риторике навязывается, уже даже не реагируя на рекомендации его собственной администрации. Вот давай сейчас остановимся на так называемой администрации, ну, так называемой элите типа, то есть, не знаю, олигархи, все люди, которые имеют состояние, имеют влияние, там, власть какую-то. Скажи, пожалуйста, а в каком состоянии эти олигархи сейчас? То есть, вот что у них между ними происходит? Вообще, что они хотят? Ну, во-первых, я думаю, что крайне сложно их всех, так, знаешь, обобщить, но вывод можно какой сделать? Что он, конечно, побаивается уже, так сказать, раздувшихся своих этих силовиков, богачей. Ну, там-то носительство тоже работает, и, как известно, у него там есть личный цербер такой, и который может даже министру Улюкаева отправить за решётку. То есть, они понимают, что и на самом там их уровне тоже и доносительство, и всё, что угодно. То есть, тоже такой... Но, но... Дело в том, что... Дело в том, что он пытается, пытался или хочет продемонстрировать им всем, что он имеет вот эту якобы поддержку народную. Потому что иначе их невозможно будет никак уже сдерживать против него самого. Он пытается таким образом... У него всегда это было «разделяй и властвуй». Он пытается уже с такими набравшими определённые, ну, насосавшиеся крови, знаешь, уже такие клопы, с такими вот клопами, он пытается их нейтрализовать как раз таки вот этими выборами, которые, ну, выборами назвать вообще невозможно. И он хочет таким образом показать вот эти бумажки, на которых будут написаны те проценты, которые ему нужны. И это он считает, как этот самый, да, вот у Маугли должно работать вот как устрашение против тех, которые, в общем, наверное, уже в какой-то степени ну, кто-то в больше, кто-то в меньше к какому-то прыжку, даже, может, и готовы. Дальше. Потому что он им не выгоден. Они не для этого, они воровали столько лет, причём это же сложнейшая иерархия, схемы так, чтобы своровать как можно больше и вывести на ими столь критикуемый Запад, но так, чтобы ещё соседняя иерархия таких же воров не узнала, как вы именно делаете. То есть там же целые конгломерации в этом террористическом консорциуме. Вот этот свой-чужой, который ворует, значит, в эту кубышку, кто в эту, кто в какую, но в конце концов они все сходятся долями в путинский бассейн. Но почему надо с ним делиться вопрос и вот эти все производить сложнейшие с их точки зрения манипуляции, которые потом, наверное, надо запивать, как мы видим на их обезиономиях, стресс. А если доступ ко всем этим награбленным к этой роскоши, они к этому люксу не имеют. То есть он им явно мешает. Ну, это просто так. Я рассуждаю такими простыми категориями, понятными. Поэтому интересы, судя по всему, у них разные. Так? Но он хочет сказать, что вы-то воруете за счёт того, что я популярен в народе. Он им это хочет преподнести. Теперь у меня второй вопрос. это достаточно всё такие, ну, имеющие структуры подчинённых и так далее. То есть это такие жирные клопы, как я сказала. У меня большой вопрос. Неужели они не будут знать подлинных показателей? Он до такой степени топорен и туп, что он не предполагает, что они будут знать. Ну, в отличие от, может быть, российского обывателя. Какая там истинная поддержка, так называемая? То есть ты считаешь, что, в принципе, олигархи вокруг Путина готовы на него кинуться только вот какую-то удобную ситуацию, если бы была, да? Чёрные лебеди. Нужны чёрные лебеди. Значит, самое главное в этом это, конечно, успехи Сбройных СССР Украины. Это самый главный фактор. И мы должны всё делать для того, чтобы у Украины было больше вооружения. Героический украинский народ и героические вооружённые силы восхитили весь мир. Это никуда не делось. Be brave like Ukrainians. Но нужно вооружение. Это я считаю вот сейчас ну, во всяком случае, моей главной задачей, потому что это я рассматриваю всё-таки как некое окно, некое окно возможностей, потому что если он всё-таки провернёт, ну, в марте такое, наверное, начнётся, что он позакручивает, я даже не представляю, какие гайки, какие репрессии, и тогда будет куда сложнее. Так.